Сотрудники полиции продолжают ежедневную работу по выявлению фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Так, в Краснооктябрьском районе пенсионерка в своей небольшой квартире зарегистрировала гражданина Армении, а жительница Городищенского района в своей квартире приезжего из Узбекистана. Однако с момента регистрации ни один из иностранцев по указанному адресу не проживал. В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Напоминаем, что за фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства грозит лишение свободы на срок до трех лет. За прошедшие сутки нарядами ДПС задержаны 15 нетрезвых водителей. В Кировском районе сотрудники городской госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-2107. За его рулем находился 55-летний водитель. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения освидетельствования и в отношении него был составлен административный протокол. Нарушителю грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. ГИБДД напоминает, что управляя автомашиной в нетрезвом виде, вы подвергаете опасности не только свою жизнь и здоровье, но и окружающих. Вновь мошенники обманули жителей Волгограда и области. Под различными предлогами звонившие мошенники внушали информацию о заблокированных картах, взломанных счетах и тем самым заставляли волгоградцев назвать персональные данные своих платежных средств. 600 тысяч рублей лично перевела через терминал мошенникам 63-летняя работница завода из Дзержинского района. Она поверила звонившей якобы сотруднице банка и лишилась своих денег. Женщина и другие потерпевшие знали о таких фактах мошенничества, однако не проявили должную бдительность. В связи с чем в очередной раз обращаемся к гражданам и напоминаем, что сотрудники банка не звонят и не просят назвать персональные данные ваших счетов.